привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и наши зрители и подписчики часто просят нас решить такие задачки о которых думаешь сначала что вот эта задача она и так всем известна а потом понимаешь что каждый человек когда-то узнает что-то впервые и поэтому стоит рассказывать и о таких вещах чтобы о них кто-то впервые узнал ну а задача которую нас попросили разобрать она действительно очень широко известная спрашивается вот мы возьмем пружину сожмем ее что есть силы или наоборот растянем и закрепим внутри банки стеклянной а потом в эту банку нальем кислоты и когда пружина растворится в этой кислоте куда исчезнет та энергия которая была в ней запасена при сжатии ну и ответ здесь простой собственно куда мы запасали энергию во взаимодействие между молекулами стали придавливая их ближе друг другу чем они находятся в ненапряженном состоянии и и когда эти молекулы реагировали с молекулами кислоты и потом продукты этой реакции отлетали от оставшейся стали вот та энергия которая была запасена она превращалась в энергию вот того что там из кислоты получилось в процессе реакции и отдавали эту свою энергию но в итоге она переходила в тепло так что ничего сказать парадоксального здесь в общем то нет вся энергия запасенная в пружине перейдет в тепло но это было бы совсем банально а хочется что-то прибавить и давайте возьмем и посчитаем вот если мы какой-то стальной образец деформируем максимально насколько это только возможно близко к его разрушению запасем в нем энергию то если бы мы высвободили эту энергию и употребили ее на нагрев такого же стального образца на сколько градусов он бы нагрелся давайте возьмем это и посчитаем и продолжая тему задач оценок я говорю что мне будет удобно рассматривать удельную запасенную энергию то есть энергию на единицу объема который запасается при деформации стального образца и это энергия выражается формулой и псилом в квадрате и пополам где и псилом это относительная деформация которая в процентах выражается причем эта деформация самой стали если мы пружину изготовили то конечно она деформируется сильно но материал внутри нее его предельная деформация составляет порядка одного процента перед разрушением но я вот здесь пишу 0 0 1 в квадрате и значит эсилон в квадрате умножь на е где е модуль юнга и модуль юнга для стали составляет 2 на 10 в 11 паскалей еще двойка в знаменателе но я напишу хотя я оценку делаю чтобы она с вот этой двойкой сократилась и того мы получаем 10 7 чего но вообще-то у нас только паскали здесь были да а там почему-то должны получиться джоули на метр кубический но ничего страшного и что такое паскаль это ньютон на метр квадратный если умножить числитель и знаменатель на метр получим ньютон на метры то есть джоули на метр кубический все нормально размерность давления и плотности энергии вообще одна и та же ну а теперь мы как и собирались эту же энергию как бы только теперь в тепловой форме употребим на нагрев того же самого образца ну и тогда я должен сказать что вот удельная энергия пойдет на нагрев и здесь и нужно писать что она равна удельной теплоемкости которая в джоулях на килограмм на градус сколько джоули нужно чтобы один килограмм нагреть на один градус умножить на плотность и умножить на изменение температуры но я отсюда изменение температуры выражаю значит в чувствительность пойдет удельная энергия употребленная на нагрев 10 7 джоули на метр кубический этого материала обзнаменатель пойдет устали теплоемкость 460 джоули на килограмм на градус а плотность 7 на 10 третий килограмм на метр кубический но мы когда все это считаем видно что здесь несколько единиц я посчитал у меня получилось 3 но я написал градуса кельвина как приличный ну градуса цельсия они такие же значит вот если мы деформируем стальной образец максимально до почти разрушения то запасенной в нем энергии хватит чтобы нагреть такой же образец на три градуса ну а теперь понятно что когда у нас там стальная пружина была в этом самом сосуде она и наверное деформирована не настолько сильно и нагревать придется не только саму эту сталь ну правда она уже сталью перестанет быть но также ту кислоту в которой все это растворялось ну и соответствующие величины нагрева ну на фоне основного нагрева конечно который произойдет за счет химической реакции между кислотой и сталью это как вы себе представить вот мы берем два стакана в один деформированную пружину положили в другую предварительно напрягли деформировали вот там где напрягли нагреется чуть выше по сравнению с ненапряженной ну вот на какие-то по-видимому доли градуса и мы с вами решили задачу и я хотел бы сказать что такого рода задачки тоже стоит иногда решать особенно когда вы об этом просите а сейчас спасибо вам за внимание а а а а Субтитры подогнал «Симон»